вот и похоже что как бы спелые но как сказать какие то вот они как сладости в них нет вот даже самые лучшие самые спелые арбузы будут какие-то не сладкие вот то есть и в общем то недешево не тут по моему рублей 60 80 килограмм вот удавалось торговаться и по 40 и по 45 когда по 35 но зависимости от цены не скажу что прям тут арбузы радует их тут было просто вот полно навалом в общем так себя не сезон по всей видимости закончился зон арбузов сейчас вот манго очень много продажи манго разных сортов одни манго уже сезон заканчивается у других начинается скоро будут такие 3 килограммовые манго как мне рассказывали они не очень такие в общем они практически несъедобные кормовые какие-то в принципе на джем на какой-то можно поварить и будет желание и там на варенье там у них мякоть волокнистая вот вот этих крупных манго такие волокна как волосы какие-то внутри а между ними вот распределено вот это сама мякоть и ток вот эти волокна они несъедобные их есть просто нельзя их очень много ну вот кстати видите я вышел вот на такую дорожку которая очень оживленная она просто вот посыпана кирпичом сделана на такой формы профиль чтобы вода в дожди стекала сторону обочин уже не скапливались вот но это уже дорога такая проезжая соответственно движение транспорта полно вот это шумящего кругом транспорта не каждый мем проезжающий пару раз и бибикнет а то и вообще нажмет и не будет отпускать вот кстати местный транспорт грузовая машина самоделки 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 я даже место нашел где их делают прям недалеко рядом в глин сити просто их из металла варят под навесом и все собирают в общем-то из подручных материалов а местное усиление их используют как грузовые машины они коптят чадят но функцию свою выполняют им здесь разрешено передвигаться не надо ни птсов ничего под навесом люди сварили себе такую грузовую машину и пользуются ей всю жизнь а нам тарахтит тарахтит едет и едет груза везет и везет даже самосвалы я видел делают там одна из них уже была подъемным механизмом собиралась но такие дорожки асфальтированы они тут просто везде сельскую местность вообще не найдешь практически нигде тут люди отлично живут прекрасно себя чувствует у них великолепная сеть дорог передвигаются с комфортом вот на таких самодельных тележках которые стоят просто копейки транспортное средство для местных жителей вопрос решен бананы растут вот так вот вдоль дороги пожалуйста но они несъедобные зеленые там есть нечего они вообще безовкусный год вот манго что-то я не вижу уже по моему пособирали их много висело это джетфрут ни разу еще тоже не пробовал вот очень крупные плоды тяжелые внутри мякоть несъедобная вот но какие то вот такие там едобные такие включения есть размером наверное со сливу небольшую вот а внутри косточка размером желудь примерно белого цвета вот какие не на вкус я не знаю не могу сказать так это вот я ту шумную дорогу сейчас вот таким образом вот по вот этой менее шумный вот ту которая перешел в шумную прям шоссе практически я сейчас хочу ее обойти по более такому спокойному маршруту так сейчас посмотрим где нахожусь я уже практически достиг места назначения вот я до сюда уже доходил в прошлый раз да именно на этом перекрестке точно также и останавливался может быть неделю назад или две вот сейчас попробую отметить следующее место которое мне нужно на карте прохода здесь нет она не обозначена почему-то может быть просто вот такая кусок сельской дороги так если не сюда надо под кусочек надо предскочить сейчас сюда вот не надо вот ух ты приложение ни что нет ни что это хотя в принципе можно да так пройти вокруг меня назад в общем меня ведет метод возвращаешься обходи по дороге нет я так не хочу все таки сюда мне это попробую это все-таки дорога по всей видимости я вот сколько мимо прохожу ни разу не заходил ни в один из домов но снаружи вижу просто ставни они составные часть этих ставен верхние открывается я вижу что внутри домов просто темно там наверное даже и стены не побелены потому что вот эта влажность сырость местного климата не дает возможность белить это красить вот такое ощущение что там просто вот плесенью все покрыто внутри ну или какие-то черные стены так ну вот мне кажется я сейчас к тому месту которое я планировал выйти выхожу кстати обратите привет нет хорошо хорошо вот сейчас иду в нужном мне направлении на карте этот участок дороги вообще никак не обозначен но тем не менее дорога здесь есть лавочка во дворе дома кстати обратите внимание редчайшее явление здесь а кстати вот да привет свет дети здороваются привет привет дети здороваются все для них это большое событие ну представьте вы живете в деревне и вы вдруг видите человека который абсолютно от вас отличается это совершенно необычное явление для здешних мест согласитесь красота какая здесь красота прекрасная природа население младыш составляет 180 миллионов 178 миллионов мы будем считать 180 миллионов человек вот территория по площади равна нашей вологодской области плотность населения вот вы сами видите какая я вот сколько иду и сколько бы я не шел это все будет населенный пункт который кажется что это один населенный пункт на самом деле они разделяются вот этот дом в одном населенном пункте в одном вот этот дом уже в другом населенном пункте и они просто непрерывно следуют друг за другом таких территорий они были пустыми здесь практически вот нет либо очень мало но здешних местах вообще не практически не встречаются если не стоят дома то это участки которыми люди пользуются для того чтобы выращивать урожай вот еще одна мото тележка уже двигателем внутреннего сгорания там вот запасное колесо видно вот такой здесь транспорт это самодельная самодельная такая тележка здесь недалеко их и собираетесь вот в таких ящиках сдаются урожай пункты сбора там где их принимают ну смотрите какой симпатичный домик здесь их вот таких симпатичных немного домиков таких люди отдыхают к нючке а привет и вы ну ну а ну Продолжение следует...